Валерий Кузьмин, директор А.Семкин 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 Составляет 62 миллиона грамм. Площадь где-то около 4500 квадратных метров. Вообще, что касается статистики, я часто слышу реплики в адрес строителей о том, что какие-то квадратные метры, они занижаются, какие-то суммы, цифры завершаются. У меня по управлению на сегодняшний день с 2010 года выполнено примерно на 70 миллионов рублей около 30 тысяч квадратных метров. Это с теми ветвями, которые я сегодня веду, которые я выполнил. Средняя статистическая цифра составляет 23-23,5 тысячи рублей на квадратный метр. Кто владеет информацией, кто знает, что это такое, это небольшая цифра, что есть на сегодняшний день. Кстати говоря, по всему Абхазу 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 у меня самая низкая цифра, хотя я нахожусь в самой дальней части Абхаза. Что я по этому поводу еще хочу сказать. У нас на сегодняшний день нет задолженности по заработной плате. Я читаю нужные газеты в статю нашего земляка, в котором говорится, что людям не дали зарплату и выгнали зарплату. Это неправда. Не надо оперировать теми вещами, которые вы не в курсе и не знаете. Надо подойти в определенный формат, что это не проблема. Это одно, не второе. Понимаете? Я сегодняшняя, что есть. Ты не можешь сказать, что ты не можешь報導. На сегодняшний день у нас 114 человек работают, постоянно работают, получают постоянную заработную плату. Средняя заработная плата постоянных работ у нас 18 тысяч рублей. То есть 114 людей, это до 30 лет, мы сегодня убрали с улицы. Нам говорят, зачем у вас столько людей, откуда вы берете деньги, чем вы их платите. Поэтому если звуки почитаешь, вообще, слушайте, где мы находим деньги, где мы находим стресса, это наши проблемы. Мы внутри изыскали свои резервы, делали. У меня на одном объекте есть по два, по три прорад. Ну мы их называем прорадами, как они далеки от прорадства, но что делать? Они должны учиться этому. Я знаю моих коллег, у которых сегодня на фирме работают 10-12 человек. У меня на 8 объектов, на 8 объектов по три сторожа работают. Это уже такая цифра для наших людей. Просто, понимаете как, людям говорят 70 миллионов, 100 миллионов, 200 миллионов. Они, конечно, в плане, как сами, в раунде, нет у нас этих цифр. Я серьезно говорю, может быть там есть, я не знаю, я еще раз говорю. Но у меня их нет. У нас есть правоохранительные органы, которые в год по 5 раз выходят. Пожалуйста, я готов открыть для любых... Я могу. Приходите, приезжайте, смотрите, пришлите представителя. Пожалуйста, вся документация, вся бухгалтерия будет в вашем распространении. У меня такой вопрос, как-то была статья в нужной газете по поводу рабочих, которые работают здесь. То есть был возмущен местный житель, что мы как бы не можем получить работу, а приезжают за пределы, как бы, нашей Адхазии, Сталинджихи, там, с Грузии. И, как бы, хотел бы, чтобы вы прокомментировали... А вы не могли сказать, как это происходит? Харчлава какой-то. А кто? Харчлава был. Я его очень расслабил. Пожалуйста, помогите мне. Имеет место, имеет место. Да, я прокомментирую этот вопрос. Вот, всех парчейцев здесь знакомились. Кто-нибудь приходил ко мне, которому я отказал работе? Можешь кто-то сказать, что я делаю? Белла Дмитриевна говорит, что она подходила ко мне, и я отказал. Белла Дмитриевна. Вы сказали, что Абхазов не принимают, потому что 40 дней вообще не кончают. Саня, что-то правильно. Я имел в виде именно вашего родственника, Белла Дмитриевна. Но, тем не менее, я его сына принял на работу, чтобы вы знали Белла Дмитриевна. Приятно. Вот вы не обладаете информацией, а... Я же сейчас что-то узнал. Вы за облаждание, за молитву, за облуждение. Вот сын стоит, а что ты... Дальше. Еще один момент. По поводу жителей Грузии, жителей Гальского района и тому подобное. Да, у нас попадаются такого рода люди. Мы принимаем на работу людей из Гальского района, с нижней зоны, с верхней зоны. Есть такие моменты. Но что нам делать? Вы сами посмотрите. Сегодня, чтобы организовать бригаду, в бригаде должно быть не меньше 6-7 человек. 6-7 человек должны быть квалифицированы работниками. Два причина это могут быть подсобниками. Дайте мне одну такую бригаду в городе. Организуй тогда, думаю, хорошо. Поверь мне, что ты заработаешь больше во много раз, чем ты зарабатываешь сегодня. Организуйте, пожалуйста. Я не против. Я вам организую. Прямо в зале, но в подкуп ведет. Пожалуйста, я готов сегодня принять бригаду. Но любой ответ, который вы пальцем ухажете, я туда поставлю. Но квалифицирование, видите, не придет. Я знаю. Рудак. Может, действительно, пересветства до вас не доходят. Но вот здесь стоит подпись Хлопонина. И стоит подпись Макербаева Леонида Ивановича, премьер-министра. Вот здесь граф, который мы буквально месяц назад утвердили бюджет. В котором вот это все проходит. И написано. Профинансировано. Столько лет. Это же не я придумал. Я зачитываю то, что представлено кабинетом министра. И на этот день я могу согласиться с одним не только. Может, действительно, и вас обманывают. Может, до вас эти деньги точно не доходят. И к примеру доказательств я приведу. Мы часто озвучиваем эту ситуацию. Вот в этом же документе написано. Сукунский городской стадион. Вот здесь подписано двумя представителями. Одной Россия, другой представитель. Личности. Написано. Городской стадион предусмотрен по комплексному плану 30 миллионов. И якобы из республиканского бюджета 320 миллионов перенаправлено туда. А мы-то с вами знаем, что 250 миллионов предусмотренных на Сукунский республиканский стадион было перенаправлено сюда. Может быть, ваши средства куда-то перенаправлены. Вот такие документы. Да. Все. Лобан Кокович. Понял. Спасибо. Речь идет, уважаемые друзья, о том, что вот этот документ, утвержденный бюджетом. После утверждения парламента, то есть, извините, вот после утверждения парламента, это является законом. И такая производная манипуляция средствами и цифрами без разрешения парламента является нарушением закона. Нарушение закона является преступлением. Вот и все. Нарушите закон, что с вами будет, я посмотрю. Вот нарушите, выйдите на улицу, просто камень разбейте стекло. Позволят вам это сделать? А это еще большее преступление. Вот о чем речь идет, Марк Кокович. Тут не анализ вашей работы, а речь идет о действиях руководства страны. И сколько бы красивых программ, слов, там, не знаю, убеждения мы не говорили, пока президент, другой чиновник любого уровня не будет работать по закону, у нас ничего не поменяется. Или закон надо менять, если не нравится. Надо менять закон. Но не изменив его, нарушать его. Это было и есть, и будет всегда преступление. Понимаете? Вот о чем речь идет. И мы призываем этого президента, чтобы он соблюдал закон. Я извиняюсь, это не выступление, а реплик. Мы закон не нарушаем. Речь не о вас идет. Речь идет о вас, кто манипулирует решениями, то есть манипулирует законами страны. Вот там, когда люди говорят, что речь идет не о нас. Они думают, что эти деньги... Марк, все понятно? Я тебе речь идет. Как вы говорите, как парчал выделено, было столько, а сколько не столько. А здесь, как мне, он же дырится. Так это было сказано, что пришло столько, но от своей деньги куда-то ушли. Не дошли до тебя. Ушли на Сухунский стадион городской. Наверное. Ничего подобного. Мы рассказываем по-другому. Марк Гогович, тебя не спросят, куда президент поставил деньги. Вот о чем речь идет. Знаете, и вас не спросят, и депутатов не спросят, и парламент не спрашивает. Вот о чем речь идет.